Полкилометра новой трассы и четырехполосное движение. Протяженность моста почти 40 метров, но объем строительных работ намного масштабнее. В планах обустроить подземный переход, а также пешеходную зону, улучшить пропускную систему транспорта. Дорогу расширят в обе стороны, по две полосы в каждую. Это поможет избежать постоянных коллапсов. Как правило, здесь велосипедисты брали их в руки или переходили на другую сторону, или несли в руках, в общем-то, или ехали в худшем случае там по проезжей части. Сейчас будет здесь сделан полноценный тротуар, обеспечены все требования, связанные с маломобильными группами. Строительные работы начались месяц назад. Сейчас выполняют самый трудный ручной этап. Бетонируют опорные стены, готовят к установке ограждений и пять балок длиной около 30 метров. Техника оборудования, люди были на материке, там объемы работы выполняли, на полторы тысячи провели передислокацию. Ну и здесь уже, в принципе, выходим на конец этого месяца на монтаж пролетных строений. В бригаде компании-подрядчика 40 человек. Работают круглосуточно. Сдать объект нужно к концу 2019-го. Весь объем работы разделили на несколько этапов. Совсем скоро реконструкция одной части моста будет завершена, и по ней будет запущено временное движение транспорта. Вместо троллейбусов на маршрут выйдет электротранспорт на автономном ходу. А другую часть моста полностью демонтируют и приступят к окончательному возведению соединяющей дороги. Дмитрий Дудко, Марина Куприенко, Сергей Котляренко, Севастопольское телевидение.